Мир жесток и непредсказуем. Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Казалось бы, чем может быть опасен интернет? Он не проедет по тебе колесами авто, не упадет кирпичом на голову и не отравит протухшей колбасой. Всегда считалось, что интернет может навредить только морально. Однако последние события опровергают отсутствие опасности физической расправы от искусственного интеллекта. Две маленькие девочки 8 и 9 лет увидели в ТикТок вирусный челлендж и повторили его. В результате обе погибли. Суть челленджа заключалась в том, чтобы вызвать так называемое контролируемое удушье. Многие тысячи людей уже участвовали в этом небезопасном развлечении. Девочки задушили себя, повторяя опасные действия. Родители погибших подали в суд на ТикТок, обвиняя алгоритм, который подсунул несовершеннолетним данный ролик с испытанием на удушье. Дело в том, что ТикТок запрещен детям, не достигшим 13 лет. Их автоматически должны перебрасывать на безопасную платформу для маленьких. Но по факту у площадки нет функции верификации по возрасту. Девочки могли указать любую дату рождения при регистрации. В ТикТок срочно занимаются удалением роликов с опасным челленджем. Но девочек уже не вернуть. Как такое стало возможным? Почему искусственный интеллект не обучен элементарным вещам? Почему этот ролик свободно демонстрируется в ленте? Ответов на эти вопросы нет. Возможно, судебное разбирательство прольет свет на действия алгоритмов ТикТока. В свете этого ужасного события давайте посмотрим, возможно ли будет такое на платформе Social. В сети Social нет цензуры. Значит, такой ролик будет показываться всем? Давайте разбираться. Во-первых, на площадке есть начальная модерация. Она распространяется на контент, который запрещен во всем цивилизованном мире. Это призывы к насилию, оружие, детское порно, пропаганда самоубийства, наркотики. Во-вторых, даже если представить, что алгоритм пропустил подобный челлендж, так как не рассмотрел в нем нарушения, то какова дальнейшая судьба подобного контента. Все адекватные люди, увидев данный ролик, поставят ему дизлайк, и видео будет опускаться в поиски, пока совсем не исчезнет. Вместе с тем любители подобных развлечений смогут найти его по названию или хэштегу. Главное не допустить к подобному контенту несовершеннолетних. Как это будет осуществляться на соушал? Ведь, как мы знаем, при регистрации не будет указываться возраст и вообще никаких данных пользователя, только номер криптокошелька. То есть, определить совершеннолетний по ту сторону экрана или нет, нельзя? Возможно ли такое, что несовершеннолетние будут потреблять тот же контент, что и взрослые? Вполне. Тогда надежда только на дизы от адекватного сообщества и на хорошо обученный искусственный интеллект. И на то, что 8-9-летние дети не будут заводить себе криптокошельки для регистрации в соцсети. Ну а вы, как всегда, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить много интересного контента.